я приехал в аштелон а урок то надо провести и вот я значит доехал нашел нашел место и у нас будет урок из машины прямо из машины из аштелона древний город в котором древний город в котором жил кто если вы знаете жил и орудовал шимшон помните кто такой был шимшон самсон его называли самсон и долила самсон и долила вот я беру книжечки с собой взял значит недельная глава мы изучаем недельную главу и мишлей хорошо друзья все открываем недельная глава балак балак самая таинственная глава в торе самая мистическая магическая глава которая рассказывается про про в основном про беляма был такой пророк который по уровню он был как мошера бейну одного и того же уровня как мошера бейну по уровню пророчества но при этом он был большой злодей и вот этот вот белям человек по не белям значит рассказывается что царь мавитян послал к нему гонцов чтобы пригласить его проклясть и вредстве народ он сказал я спрошу у бога бог ему сказал не бог ему так сказал значит бог ему сказал не иди с ними и не проклик и не проклинай значит но он сказал этим посланцам что он не пойдет с ними бог ему запретил идти с ними и значит второе утром белям стал бабокер и сказал министром этого балака идите возвращайтесь свою землю отказался бог дать мне идти с вами так он сказал стали эти министры мава и пошли они к балаку и сказали отказался белям идти с нами передали дословно ответ и тогда собрался балак царь видя мавский мавский собрался он и послал он министров более многочисленных и более уважаемых чем предыдущие и пришли они к беляму и сказали ему так сказал балак сын цепора не отказывайся идти с нами потому что очень мы тебе дадим большой почет очень и все что ты скажешь нам сделать мы тебе сделаем пожалуйста приди проклини этот народ и сказал белям и сказал он рабам балака этого до слугам балака если даст не балак полный дом серебра и золото если даст не балак полный дом серебра и золото так он сразу цену обозначил если даже даст не балак полный дом серебра и золото не смогу я переступить волю всевышнего не смогу не смогу ни в малом ни в большом а теперь значит посидите пока здесь эту ночь тоже я узнаю что добавит бог когда будет говорить со мной ночью и пришел всесильный беляму ночью и сказал ему если позвали тебя идти с ними эти люди иди вставай иди с ними и только ту вещь которую я тебе скажу вот это и будешь делать все сегодняшний отрывок закончился завтра мы узнаем что было дальше это глава она как раз прям реально основа всего колдовства основа всего всего обмана можно так даже сказать да но так как мы учим тору называется у нас вайкра и об изучении тор у нас называется тора жизни тора жизни как жить то есть мы должны понять а лично нам что всевышний хотел сказать вот этим вот отрывком который мы сейчас только что прочитали что именно для нас мы здесь можем для себя выучить первое что мы можем для себя выучить что настойчивость балак царь муавский он когда пришли первый министр отказались он не сказал ну все значит не судьба он сказал пошлю министров еще одних значит белям злодей тем не менее он сказал пойду бога спрошу второй раз мы видим здесь что если человек не отказывается от своего замысла если человек продолжает пытаться двигаться предпринимать усилия то всевышний может он сегодня отказать как есть в психологии у тони роббинса есть такая такая поговорка у него до цитата он говорит всевышний он не отказывает всевышний задерживает бывает он человек просит что-то всевышний сейчас не дает а потом даст но обычно человек когда когда потом ему уже не надо он перестает просить он уже не верит и получается что мы видим отсюда что и беля и балак они были настойчивые теперь что всевышний делает он говорит ладно иди иди с ним иди но все что я тебе скажу ты сделаешь то есть мы вчера упоминали этот принцип который отсюда учится один из главных принципов такой в торе что путь по которому человек хочет идти его ведут с неба то есть ты как бы выбираешь направление выбор направления полностью твой внутри человек решает куда как в каком направлении выбрал потом он начинает идти по этому своему решению и дальше последствия уже всевышний может да может нет может туда может сюда то есть тот путь по которому человек хочет идти его ведут с неба есть еще одна такая к этому относящийся мудрость торы которая нам говорит что тот кто пришел очиститься ему помогают с неба тот кто решил запачкаться то есть согрешить ему не мешает то есть даже здесь у человека есть свобода выбора единственное что когда ты делаешь вещи которые которые они относят заповедям очиститься это заповеди то есть любая заповедь тебя очищает когда тебе с неба помогают есть такая даже такая есть тоже правило что тот кто шалеях митсва тот кто идет выполнять заповедь у ему не будет вреда до сего заповедь будет охранять поэтому например вот я сегодня приехал ваш тел он в на бритмила на обрезание я мог ехать даже на красный свет мне бы ничего не было да потому что то кто едет выполняет заповедь значит ему с неба помогают но понятное дело что я бы не ехал на красный свет зачем нужно испытывать судьбу и и каждый раз когда когда всевышний тебе помогает каким-то супер чудесным путем это как ты выжигаешь свой ресурс выжигаешь свой на небе запас до свой депозит поэтому лучше идти по правилам хорошо вот что мы выучили сегодня из беляма из балака первое то что мы выучили дальше мы узнаем дальше будет очень интересно завтра как он сел на ослицу и как ослица потом с ним разговаривала это очень удивительный момент с этой ослицей которая с ним разговаривала их разговор то есть тоже там очень много таких интересных нюансов но пока есть настойчивость молитва и путь по которому человек хочет идти его ведут с неба теперь открываем 26 глава в мишлей сегодня 26 число 26 июня и мы изучаем 26 главу открываем книжечку значит и что здесь у нас есть интересного значит начинается первый отрывок 26 главы как как а снег летом и как дождь во время жатвы также не хорошо давать грешнику по вожделению почет прямо реально про сегодняшние события давайте разберемся снег летом хорошо это это не хорошо это показывает что что-то сломалось в природе и снег летом он ну никому пользы не принесет дождь во время жатвы еще хуже то есть только сняли хлеб дождь это он ему может повредить она прорастет загниет и так далее почет и уважение грешнику по вожделению она его только усиливает грешить то есть она сама по себе почет это хорошо но не тому человеку когда ты даешь уважение она не хорошо получается яркий пример я сейчас мы многие обсуждают события вот этот вот был который мятеж в мятеж этого пригожина и я слышал как один говорит человек про него который его близко знал он говорит но если человеку в течение там последних месяцев все время нашептывали какой-то великий полководец так ему конечно башню сорвало он поверил что великий полководец и все а когда человек поднимается мы уже учили это лифней шевер гаон перед крушением вознесения когда человек возносится в своих глазах он думает что он великий полководец то начинают принимать вот такие вот решения там пойду не пойду туда-сюда в общем а в итоге все нет человека я вот девяносто девять процентов но я не могу тоже ведь это будет глупо давать прогнозы потому что понятно дело царь сам он сказал что не давайте прогнозы но мне кажется что его жизнь и судьба закончились теперь почему вот этот вот кого-то почет который ему давали он усилил в нем его негативные качества и когда человеку который грешник который делает неправильные вещи ему оказывают почет и уважение то он начинает еще сильнее делать эти негативные вещи дальше дальше царь шломо говорит что с ним дальше будет как птичка которая порхает с места на место также проклятие кэнк лалатхинам лотаво также на него придет проклятие да то есть на вот такого человека и третье тоже идет продолжение что значит коня бьют палкой особенной другой палкой бьют хамора осла а будет какая-то палка наказания на на спину вот этих грешников по вожделению то есть грешник по вожделению это человек который знает что есть бог но он грешит потому что ему перекрывает его рациональное мышление рационально никто не должен идти против бога это глупо но грешник по вожделению ему его вожделение перекрывают как бы рациональное мышление и он не может он делает какие-то вещи которые на которые его толкают его эмоциональная составляющая его животная натура теперь но животных здесь же не зря царь самому нам говорит как животных бьют животных бьют палкой как а чек который грешит по вожделению он он в нем побеждает его животное значит как всевышний его будет спасать палкой то есть ему будут какие-то болевые неприятности которые вернут его на значит на правильный путь значит дальше 4 отрывок очень интересный 4 и 5 они под они нас учат законом общения с этими ксинами да с этими грешниками по вожделению значит альта 4 отрывок альта анксильки и волто не отвечая этому грешнику по вожделению по его и велит это от слова улайб скептицизм сомнения и есть такое цинизма вот такие вот слова все сложные значит грешник по вожделению он уже понимает что он грешит но начинает говорить а кто сказал а почему откуда мы знаем а вот например фрейд сказал про лебедо это же что и проект не был такой религиозный айнштейн тоже не был сильно религиозный да и что он начинает вот вот эти вот все какие-то глупые вещи говорить это называется грешник скептик есть друг другой тип грешника который сомневающийся такой грешник и когда грешник по вожделению он начинает использовать слова грешника скептика значит как ему быть говорит царь саламон не отвечая ему по его вот на его эти тупые вопросы а вот инштейна вот и вопроса у него это а его как бы слова вот эти вот да чтобы ты не не стал таким как он то есть здесь в чем как бы он говорит смотри ты с ним вступаешь в эти разговоры у него есть личный интерес оправдать свои грехи и он этим своим личным интересом чтобы остаться в своей такой некошерной жизни и оправдать себя в своих глазах он будет приводить доводы у него есть интерес он подкуплены уже да у него взятка есть он не теперь но когда он будет тебе это все доказывать ты-то это слышал ты же из мозга потом не сотрешь а у тебя внутри тоже есть твои вожделения и получается что слушая его вот эти вот разговоры то есть нам же уже до этого царь сам он сказал что и таких надо избивать то есть его надо было бы избить пару раз он но его кто-то изобьет там он в милицию попадет потом он конечно сразу станет религиозным но ты с ним пытаясь интеллектуально разговаривать ты можешь наоборот от него заразиться говорит он с таким не отвечать не разговаривать но теперь 5 отрывок очень парадоксально он же царь соломон продолжает и говорит ответь грешнику по вожделению по его сомнениям пен и еха хамба и на может чтобы он не стал а мудрецов в его глазах вообще полный какой-то парадокс противоречия четвертый отрывок говорит не отвечай ему 5 отрывок говорит ответь ему ну значит царь само нам дает 2 я помню когда я разговаривал с одним таким мультимиллионером очень умный человек я его советами пользуюсь всю жизнь по бизнесу буквально вот каждый совет на 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 прямо вот ну реально очень умный человек да я даже могу сказать его имя можете даже ему передать влад школьник его зовут в бизнесе это гений влад школьник хайм школьник его зовут и он когда-то это было лет больше десяти лет назад значит он меня я его спрашивал я хотел у него научиться его главным принципом в бизнесе и он мне говорит один принцип я им пользуюсь до сих пор этот но один из самых важных моих принципов жизни в бизнесе второе значит принцип он не дает 3 дает и между вторым и третьим вот такое противоречие как здесь вот они прямо противоположные я говорю подождите не сходится то есть вот царь сам он здесь говорит не отвечает к силе этому грешнику по его сомнения чтобы не стать как он ответь к силе по его сомнениям чтобы он не был мудрецом в своих глазах я его спрашивают но он не другие два совета давал я говорю как вы он говорит надо смотреть по ситуации вот это два я говорю да они противоположные советы но вот когда ты попадаешь ситуацию ты понимаешь или надо действовать так или так здесь такой же ответ значит представьте ты сидишь с этим к силям то с этим грешником по вожделению и он тебе говорит давай я тебе сейчас объясню почему не надо соблюдать там все все ты говоришь не надо мне объяснять не хочешь соблюдать не соблюдай я не буду с тобой спорить на эту тему давай сменим сменим направление разговора это не надо ему отвечать другой раз ну давай я тебе объясню а ты ему говоришь давай только не ты мне объяснишь а сейчас я тебе объясню я тебе задам сейчас вопрос вот такой 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 почему в тот раз надо было уйти от разговора в этот надо было ответить ответ мы находим в пасхальной агоде 4 сына было 4 сына в пасхальной агоде спрашивает старший сын сын хахам умный спрашивает что это за законы у вас там сидит сын наивный который он вообще вам не спрашивает там третий сын там был хахам мудрый наивный не знает что спросить и четвертый злодей и четвертый говорит что это у вас за служение это ваше да говорит нам в пасхальной агоде выбей ему зубы говорится не в прямом смысле а своим ответом и скажи ему так если бы он был там его бы бог не выявил если бы он был там он бы так и остался рабом в египте если ответь ему так надо было сказать если бы ты был там бог бы тебя не выявил если бы ты был там ты бы там и остался но пишет нам агода если бы он был там так надо ответить для кого ответ для трех других сыновей не для него Теперь пятый отрывок, когда ему надо ответить, чтобы он не был мудрецом в его глазах, это в случае, если вокруг сидят другие люди. И вот здесь это принципиальный вопрос. Если ты ему не ответишь, то ты тогда позволишь ему влиять на других людей. Если ты ему ответишь, тогда ты спасешь. Его ты не спасешь, мы уже знаем из предыдущих отрывков. А вот других людей ты можешь спасти. Поэтому я помню, я этого не знал. Это было очень смешно. Мы приехали с женой в Израиль, приехали мы с женой в Израиль в 2000 год и получали гражданство. Приходим и получаем гражданство. Я прилетел, значит прилетел. У меня было повторное свидетельство о рождении. Повторное, потому что его родители где-то потеряли. Где написано, что я еврей. И еще какие-то, ну не было пакета документов. А было только, значит, вот это повторное свидетельство. И мы сидим в том месте, где доказывают еврейство. И сидим мы, много людей ждет. А я приехал по религиозным соображениям. Уже у меня такая борода выросла. Я в белой рубашке. Такой прям в... Был на взлете такого религиозного экстаза. И, значит, мы там сидим. Мы там сидим. И это самое. И люди в очереди такие, которые приезжие тоже все. И что-то они начали против Всевышнего говорить. Или против этого самого. Или против Всевышнего они начали говорить. Или против Тора они начали говорить. Ну что-то вот я не помню, что они начали говорить. А я только с виду был религиозный. А по сути своей я еще был спортсмен такой, который вот именно спортинтернат, такие там, ну, помните, 90-е годы. И я, значит, как с ними там начал спорить вообще. Жена заплакала, ушла там. Я с ними спорил вообще прям, вступил чуть ли не до драки. Значит, в общем, убедил я их, что не надо говорить ничего плохого про Всевышнего, про религиозных. И потом нас зовут туда в комнату, в эту самую. Сидит женщина, говорит, что вы там шумели? Я говорю, ну, они что-то там не то говорили против Бога. Она говорит, хорошо, а ты зачем сюда приехал, в Израиль? Я говорю, Машеха встречай. Я приехал встречать Машеха, и вот Машех нау. А она говорит, ой, девочка там позвала других этих, ну, как они, чиновниц, да? Говорит, посмотрите на него, вот он, религиозный фанатик, все. В общем, мы пообщались, она говорит, я, значит, из потомка Веленского Агаона, а вот мои родители были в концлагерях, и как, ну, то есть, это очень большая проблема. Многие, которые в Израиль, вот, приехали после войны, это были спасенные из катастрофы, это те, которые прошли концлагеря, и это видели. И из них половина стала очень религиозными, половина антирелигиозными. То есть, они, пройдя одни и те же обстоятельства, они, значит, совершенно по-разному это восприняли, и чего мы видим, что это свобода выбора, это всегда свобода выбора. В общем, поговорили мы про религию. Она говорит, документы твои, я ей даю. С такими документами не дают подтверждения еврейства, не дают. То есть, это, ну, факт. Люди там годами собирают эти все документы, все. Она мне взяла вот это повторное свидетельство о рождении, значит, поставила мне все, какие нужны штампы, выдали мне документы, и все. То есть, мы видим, что соблюдение вот этих вот законов, да, когда ты знаешь, когда говорить... Я не знал тогда то, что здесь написано в Мишле, просто сработало так, так сработало. Дальше, давайте еще посмотрим какой-то отрывочек один, да, и все, как раз. Вот есть очень классный... Дальше идет такая много отрывков, отрывка идет про ленивого. То есть, тут идет про ксиля вначале. Все, как с этими ксилями надо общаться, грешники по вожделению. Потом идет оцель. Оцель – это ленивый. Значит, если у нас такой ленивым быть, это тоже грех. Значит, 13-й отрывок. Сказал грешник. Что сказал грешник так, в 13-м отрывке написано. Лев на дороге, лев среди площадей, значит, выходить не буду. То есть, ленивый, он придумывает разные причины, почему ему не надо выходить на улицу, работать там и так далее. Отделить тесов аль цера ва цель аль митато. Дверь поворачивается на петле, и ленивый поворачивается на своей кровати. Значит, что это значит? Что не всегда ленивый, он не действует. Он часто очень действует. Но он действует, как дверь, которая поворачивается на петле, она поворачивается, она по итогу стоит на одном месте. Значит, дальше. Тамана цель ядобыт салахат опустил ленивую руку в тарелку, и ему лень, значит, донести ее до рта своего. И очень интересно, дальше идет, очень интересно, 26-я глава, 17-й отрывок. Не, 16-й отрывок. 16-й отрывок, значит, такой. Тамана цель ядобыт салахат, это было уже. Вот. Хахама цель бейнавми шиватми шивейтам. «Умнее ленивый в глазах его, чем всем мудрецов, которые объясняют смыслы». То есть, что грешник по вожделению, что ленивый. Видите, они, это идет в этой главе, идут они подряд. Что-то им объяснить невозможно. Потому что у человека его, его... Знаете, было в Торе, есть очень много про взятку. И написано, что взятка ослепляет мудрецов. И, то есть, взятка, она поворачивает... Есть в Мишле тоже такой отрывок. «Кэээвэн хэн шохат бээнэйбалав». Как камень драгоценный взятка в руках того, кто ее держит. Коль, Маше и Те, в ту сторону, куда она его поворачивает, яскиль, его интеллект начинает работать. То есть, суть грешника по вожделению, это то, что он из-за вожделений нарушает волю Всевышнего. Суть ленивого, что он из-за лени, из-за нежелания действовать... Ну, откуда она берется, вот этот вот корень этого, непонятно. Но суть того, что он не хочет. То есть, его желание, оно является руководящим фактором... Желание или нежелание, наоборот, действует. Руководящим фактором его, как бы, модели мира. И когда человек не хочет, то есть известная народная мудрость. Если нельзя, но хочется, то можно. Человек начинает искать разрешение, как ему выполнить свое желание. Это касается грешника по вожделению. Если не хочется и надо, то не надо. Это касается больше ленивого. И здесь вот как раз объясняется, что он в своих глазах умнее, чем шивами шивы там. То есть, он умнее, чем... Ему могут объяснять семь разных людей, что нету льва на улице. Что там надо то, надо то, надо то. Это не работает все. Ну, в принципе, все. И 17-й отрывок очень, значит, те, кто любят встревать в чужие ссоры. 17-й отрывок такой. Его, кстати, этот 17-й отрывок мудрецы говорили даже про Якова Вину. Макзик Базней Кэлев держит, дергает за уши собаку. Увер Митабер Аль Риф Лоло. Тот, кто вмешивается в ссору, которая не его. То есть, это то же самое, вмешиваться в ссору в чужую. Это как дергать за уши собаку, которая, если бы ты ее не дергал, она бы на тебя бы не гавкала. То есть, нельзя вступать, влазить в чужие споры. Это то, что сказала жена Онбенпелиту. Она ему сказала, зачем ты идешь с корохом? Ты не коин, тебе ничего не светит вообще. Зачем ты вмешиваешься в чужие споры? Он говорит, ну, в общем, в итоге она его оставила, оставила она его дома. Все погибли, он остался жив. Нельзя, значит, что мы отсюда учим? Давайте подведем итог. Первое, опять же, если человек захочет избавиться от любого греха, если человек захочет избавиться от лени, то Всевышний ему обязательно поможет. То есть, первое, нужно пробудить свое желание, то есть, изменить намерение. Пока у человека есть намерение оставаться грешником или ленивым, то ему ничего не поможет, никакие объяснения не помогут. Но если у человека есть намерение, сильное желание очиститься, перейти, ближе подобраться ко Всевышнему, то с неба помогают. Дальше ты делаешь намерение, ты начинаешь действовать, с неба помогают. Так избавляются от лени, так избавляются от страха, так избавляются от всех вещей, которые мешают. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов. Значит, поделитесь, напишите три своих вывода, поделитесь выводами со всеми, пригласите, чтобы больше людей учило Тору, потому что чем больше вокруг будет хороших, добрых людей, тем лучше будет каждому из нас. И чтобы в заслугу вашего изучения Торы и выполнения заповедей Всевышний выполнил ваши молитвы, каждый сам знает, что Всевышнего просить. Но есть когда-то на меня очень сильно повлияла одна такая идея, что в молитве в первую очередь надо просить, чтобы Всевышний помог вам усилить ваши правильные желания. То есть в этом Всевышний всегда помогает. Хочу быть более религиозным, хочу, чтобы было у меня желание соблюдать заповеди, хочу, чтобы у меня были только правильные желания в сторону Торы, Всевышнего заповедей. Это главное, как бы первое, с чего нужно начинать свои молитвы, а дальше, если у вас будет правильное намерение, правильное желание, то Всевышний поможет его реализовать. Все, всем удачи, успехов, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok